Сегодня в Наринмаре начал свою работу семинар-совещание, посвященный вопросам современного состояния и развития коренных малочисленных народов Севера. В работе трехдневного семинара, организованного Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральным агентством по делам национальности и Фондом сохранения и изучения родных языков Российской Федерации при поддержке органов власти региона, принимают участие заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина, эксперты в данной сфере образования. Один из этих экспертов – уроженка Канинской тундры, почетный профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Мария Бармич. О развитии ненецкого языка в современных условиях накануне шла речь в Ненецкой центральной библиотеке имени Алексея Печкова. В каждый свой приезд на родину Мария Яковлевна Бармич первым делом посещает библиотеку. И это не случайно. Почетный профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена продолжает активно работать. Ее авторству принадлежат около 140 научных трудов, 37 учебников и учебных пособий, а также русско-ненецкий словарь, который Мария Яковлевна считает одной из самых важных своих работ. Мария Яковлевна, она частый гость нашей библиотеки. Можно сказать, что она почетный читатель именно отдела Севера. Здесь собрана коллекция ее трудов. Самое примечательное, что в отделе мы проводим презентации ее книг. Недавно вышла ее книга «Русско-ненецкий словарь». Новый словарь исследователь родного языка также презентовала библиотеке. Как считает Мария Бармич, незакон о ненецком языке, ни многочисленные мероприятия, направленные на его сохранение, не принесут результата, если большая часть коренного населения округа не разговаривает на родном языке. И начинать возрождение ненецкого языка на сегодняшний день нужно семье и детского сада. Очень большая работа должна проводиться нашими. Здесь воспитатели, учителя, в общем-то, ведь работают с детьми, это воспитатели, учителя школы работают. Мы, как исследователи, мы не работаем с маленькими. Просто думаю, что надо с детского сада прямо с первого годика начинать. Для обучения маленьких детей Мария Бармич разработала специальное пособие. Малыш учится. По словам Марии Яковлевны, также необходимо вести преподавание ненецкого языка в Наринмарском социально-гуманитарном колледже. Где, ну, в педколледже нужно вести язык и все, что относится к языкам. Это литературу, это фольклор, это традиции возрождать. Вот это такие, в общем-то, конечно, обязательно. Я считаю, что в колледже обязательно нужно вести предметы, связанные, дисциплины, связанные с ненецким языком. Всю свою жизнь Мария Яковлевна посвятила работе по изучению и сохранению ненецкого языка. Сейчас почетный профессор работает над новым словарем самодийских языков. Кроме ненецкого в него войдут селькубский, нганасанский и энецкий. Все материалы для сборника уже собраны.